Рад вас уже видеть и слышать в новом 23-м году. Очень верим, что он будет значительно лучше, чем предыдущий год. Очень тяжелый, конечно, он был. Что же, хотел вас спросить по поводу обстоятельств освобождения российских заключенных, которые были завербованы в ЧВК «Вагнер». Для чего, почему понадобился даже целый указ Путина, персональный для каждого из этих заключенных, чтобы их освободить и, соответственно, завербовать в «Вагнер»? Мы до сих пор не знаем, что это было, потому что сведения доносятся из Кремля самые разные, причем из источников, близко находящихся. То есть такое ощущение, что рядом с Путиным врут все, или не знают ничего все, или же, как обычно, врет Путин. Раз он открывает рот, то он обычно врет. Потому что действительно вчера сказал Песков, что поминования происходят с президентским указом. Указы публикуются, и с тех пор они вступают в законную силу. Ничего опубликовано не было. Могло быть, конечно, секретным указом все 40 тысяч быть помилованы. Но в таком случае этот секретный указ должен быть до кого-то доведен. До судей, до сотрудников СИН. И он перестает быть секретным. Но это не так, это тоже не так. Поэтому по-прежнему никто ничего не знает, что там произошло. Но что еще любопытно. Мы видели эти бумажки о поминовании, которые сейчас у 21-х освобожденных зэков. И то они освобождены очень и очень условно. Потому что, во-первых, они должны вернуться на фронт через 45 дней. Без подписанного контракта их не отпускают назад. Скоро-скоро, к сожалению, они снова вернутся на фронт. Поэтому это очень такая условная свобода. Плюс ко всему они должны встать на административный надзор в пенитациарном ведомстве. То есть это тоже, в общем, не очень-то помилование. И в этих бумажках написано, что они помилованы 4, 5, 6, 7 июля. То есть как только их выпустили из зоны, сразу пришло президентское помилование. Но тогда что же это получается? Тогда получается, что Пригожин казнит за попытку сдачи в плен, за попытку дезертирства. Он казнит кувалдой. У нас есть, мы видели кадры вне судебной казни и через повешения, и путем выстрелов в затылок. Он казнит помилованных президентом. Значит, его собственная воля важнее воли президента. Это все очень любопытно. Если учесть, что наемничество в принципе запрещено, и до сих пор его никто не отменял. Наемничество запрещено в Российской Федерации. Тогда что это было? Президент милует наемников, запрещено в Российской Федерации. То есть куда ни кинь, все на нарушение закона и нарушение права. Поэтому о чем тут может идти речь? Какой бы способ помилования к этим людям не был применен, давайте говорить о том, что они прежде всего наемники. Конечно, какие-то особые понятия действуют в ЧВК «Вагнер». Там о законе даже речи не идет, конечно же. Но то, что Путин подписывает какие-то бумажки, их освобождая таким способом от несения законного покарания, украинского законного властного покарания у тюрмах, это наказание, мне подсказывает слово русское. И это, конечно, все никак нельзя объяснить с позиции цивилизованного человека. Но вот вы говорите, что они очень условно освобождены, что они должны вернуться через 45 дней опять на войну и воевать в составе ЧВК «Вагнер». Я слышал такое, что Пригожин обратился к лучшим университетам Москвы, МГИМО и МГУ, чтобы приняли этих его выпускников, скажем так, из «Вагнера», которые выжили уже на фронте, без экзаменов приняли на учебу туда. Это что, просто пиар-трюк какой-то? Как эти люди могут вообще учиться, воевать? И почему их должны без экзаменов принимать в лучшие университеты России? Нет, это, конечно, пиар-трюк, потому что никуда они не пойдут. У них есть обязательство, контракт вернуться через 45 дней. Но это и освобождение вот этих 20 человек, пусть условное, но освобождение. И вот эти трюки с МГИМО, хотя, конечно, российская дипломатия ничего не потеряет, если в ее ряды вольются вот такие дипломаты. Дело в том, что осенью случилась страшно неприятная вещь для Пригожина, а именно зеки стали массово сдаваться в плен и дезертировать. Это явление стало просто инфекционным, массовым. Они побежали, и нужно было остановить этот поток. И тогда случились вот эти несудебные публичные казни. И кувалда, и вот эти все расстрелы. Пригожин начал пугать, что все, теперь вот вам картинки, теперь все будут жестоко казнены, кто попытается. Он остановил. Он остановил поток дезертирства, он остановил поток сдающихся в плен, но при этом он остановил еще и поток из тюрем, желающих завербоваться. И если мы раньше видели вот той же осенью, когда он приезжал в зону или его представитель вербовал, и сразу по 300, по 400, по 500 человек, то сразу после этого вдруг раз 20, 25, не больше. Ни разу не было 30, 29 был максимум. И все, и поток истяк. И месяц не было желающих, пока не случилось вот этого вот. А вот вам помилование, вот вам бумажки, вот они счастливые дома с семьями. Пусть он убил собственную бабушку, пусть он задушился бутыльникой и утопил еще одного. Они дома, они молодцы, они герои. Вот пусть он вручает награды, а также теперь без экзаменов в дипломаты, сразу к Лаврову. И мы видим, как это отразилось на мозгах, неокрепших мозгах, если они вообще существуют, несчастных, в общем, вполне себе маргинальных слоев населения. Они снова пошли вербоваться. И мы сейчас видим всплеск. И если мы говорим о том, что в декабре, в общем, не было никого, то сейчас пошло. Вот почему-то, да, почему-то все сидящие 20 лет убийцы, там, растлители, педофилы, все захотели стать дипломатами и свято в это поверили. Ну, их можно отправить послами куда-то в Центральную Африку. Там Вагнер тоже ЧВК действует. И, наверное, какая-то работа для этих дипломатов там тоже найдется. Ну, я шучу, конечно же. Но это такие горькие шутки, горький юмор по этому поводу. Я вот о чем еще хотел спросить. Вот это небольшая же группа была. Всего 20 человек, которые выжили, которые теперь условно свободны. Они там очень благодарны Пригожину лично на этих кадрах и очень довольны вроде бы тем, что он им новую жизнь дал. Какие-то такие пафосные слова там звучали. Но эта группа одна только и небольшая. А выживаемость на фронте у вагнеровцев довольно низкая, потому что они воюют на очень горячих, тяжелых участках фронта. Будут ли следующие такие пиар-акции публичные, когда Пригожин вот за ручку будет приводить следующую группу тех, кто уже свободен, и они тоже будут ему слова благодарности говорить на камеру? Или это уже не нужно? Вот этот один сюжет подействовал, снова вербовка возобновилась активно, и сейчас можно передохнуть и дальше заниматься войной. Ну вот смотрите, дело в том, что вот в эти самые первые дни вербовки было завербовано примерно тысяча человек из колонии Ленинградской области, Новгородской области. Из них вернулось 20. И, в общем, никому неохота об этом говорить, о таком соотношении. И дальше этот поток нарастал, а людей-то живых особо не осталось. Поэтому я думаю, что будет какая-то другая пиар-акция, наверное, не менее эффектная, наверное, не менее лживая и поднимающая дыбом мозги юристам, потому что что? Простите, какие правовые основания, какие юридические основания? Ну, все только разводят руками. Будет что-то другое. Будет что-то другое по мере, что называется, роста проблем у Вагнера, по мере роста проблем у Путина. Я думаю, что сейчас будет пригожен сражаться за собственную жизнь и собственное место под Путиным, поскольку сейчас для него самое важное – Бахмут и Солидар. И если он за эти несколько месяцев не смог противостоять Шойгу и, будучи объединенным в Триумвират и с Кадыровым, и с Туровикиным, тогда придется отвечать перед генералитетом. А именно генералитет его зэки назвали на видео. Все прекрасно понимают, что это не зэки, что этот пригожен самыми, в общем, ужасными словами, которые используют в тюрьме перед тем, как, в общем, опустить. Поэтому о генералитет ничего не ответил, но вряд ли забыл. И я думаю, что сейчас будет пригожен занят спасением собственной шкуры. Ситуация обостряется в этом смысле. И еще по поводу обстоятельств следующего этапа мобилизации, что ли, на России, как в этом всем будут задействованы или не будут заключенные. Потому что вы предполагали, еще где-то мы в прошлом месяце, в декабре, с вами общались по этому поводу, предполагали, что российское государство уже лично тоже будет заниматься вербовкой заключенных на войну. Начался ли этот процесс или какая-то подготовка? Мы видим признаки того, что это готовится. Ну, вы знаете, подготовка во все идет, потому что мы видим все больше и больше в зонах военкомов. Они приходят и вместе с наемниками, с вагнерусами приходят. Пока такое ощущение, что посмотреть приходят, приноровиться. И потом мы видели все эти месяцы, на самом деле, с самого начала, что военкоматы принимают участие в оповещении родственников. Если заключенный погиб, и ему как-то решено выплачивать какие-то деньги, то об этом сообщают военкомы, и за деньгами идут военкоматы. Не всегда, но довольно часто. Мы же с вами понимаем, что Пригожин – это просто одна из личин Путина, путинского государства. Потому что, конечно, ни у какого Пригожина нет своих частных, собственных там снарядов, ракет, танков и так далее. Естественно, он просто одна из масок Путина. Именно поэтому они так ругаются с генштабом. Дайте нам снаряды, потому что обязаны дать. Хотя ты частная военная компания, иди купи. Но нет, дайте. То же самое и здесь. Что тебе стоит написать смс или, я не знаю, послать кого-нибудь к родственникам? Но нет, этим занимаются военкомы. Они постепенно втягиваются во всю эту историю с заключенными. Я уверена, просто потому, что они когда-то должны перехватить это знамя у Пригожина. Я думаю, что это будет очень и очень скоро. Все ждут второй волны мобилизации. И я думаю, что она начнется именно с тюрем. Вот еще по поводу второй волны мобилизации. Действительно, есть же информация публично уже озвученная украинским министром обороны Резниковым о том, что когда эта мобилизация начнется всерьез, то закроют также границы России. Больше не будут никого выпускать. Есть ли какая-то реакция общества российского по этому поводу? Какой-то страх, желание скрыться? Или те, кто уже уехал, это были все желающие. Кто хотел уехать, тот уже уехал. Боюсь, что это все. Боюсь, что это все. А дальше начинается вот эта знаменитая российская беспомощность и даже не желание идти воевать, а обреченность. И вот это вот странное «кто не воевал, тот не мужик». А, кстати говоря, ровно бьющееся с поговоркой «кто не сидел, тот не мужик». И этого потока нет. И у меня такое ощущение еще, что то, что я наблюдаю в столичных городах, я имею в виду не только Москву, но и Питер, например, но и Екатеринбург, или Новосибирск, Красноярск. То, что мы наблюдаем, это, знаете, такой какой-то нэпоновский угар, когда ты не видишь вокруг себя и не понимаешь ничего, что к тебе уже подошел чекист. Ты его стараешься не замечать и доедать свой последний ананас и рябчик. Как бы не принято в светском обществе говорить о войне. Не принято как бы накликать на себя, как будто ее нет. Вы же, вы знаете, это же очень в огонь и ночи это все очень хорошо было видно, когда на экранах «Голубой огонек» поют и пляшут те же самые старые мумии, и при этом вдруг возникает война, Путин, вот это вот все. И потом дальше по щелчку раз, и дальше поют и пляшут. Вот как-то так. Нет связи с реальностью. Довольно тяжелые впечатления, конечно, произвело эти все кадры «Голубого огонька» и празднований в России, потому что кажется действительно, что страна пребывает в каком-то тяжелом анабиозе или полукоме, или как это назвать. Я вам очень благодарен за то, что нашли сегодня время с нами пообщаться. Ольга Романова была в нашем эфире. Продолжение следует...